Я вас приветствую дорогие подписчики и зрители канала, с вами вампир и я продолжаю проходить модификацию под названием Зацеренные земли Лемурии к игре Legend of Grimrock 2 Итак, дорогие друзья, сегодня мы с вами отправимся в локацию под названием Древние поля битвы Но для начала давайте зачаруем вот этот кинжал Сначала давайте попробуем ему повысить урон Для этого нам понадобится Магней Миум И смотрите как урон вырос 20 ЦР66 Оставляем этот кинжал Сюда закидываем самоцвет могущества И теперь предлагаю накинуть ему огненный эффект Плюс, опять же, вырастет урон 26-79 Стойкость к огню плюс 7 И, конечно же, теперь огненный урон Я даже пока что, как ни странно, откажусь на время от этой рапиры Хотя, блин, она классная Перед ожиданием 1 секунда Но вот видите, нельзя зачаровать данную рапиру К сожалению Но, увы Так, сейчас давайте переместимся в Прадению Отсюда проще всего будет добраться До этого поля На самом деле, очень жуткая локация Усейна Трупами По ней блуждают Призраки И, что самое интересное Вот мой топор По-моему, бесполезен То есть Ледяной урон Невосприимчив для призраков Он витцы Блуждают Маршируют Копейшики Призраки Вдалеке Он даже лучники Какие-то Так, камушки Камушки Пригодят Что это, блин? Ушел На хрень отсюда Так, тут как это Магическая переправа Давайте посмотрим, что у нас на той стороне Ну, вижу, какой-то букварь лежит Обнаружен секрет Лунные обряды Ну, давайте Бильбо дадим Мы уже подобную книгу находили Мунстоун Лунный камень Который дает 15 энергий Но это вообще ни о чем Поэтому Выкидываем Серебряная монета Наколдуем Возможно, дышать под водой И посмотрим, что у нас здесь Здесь еще одна серебряная монета И, к сожалению, больше ничего Нету Ну и ладно Блин, надо было все-таки взять Какое-нибудь оружие для Дайна Я на полном серьезе говорю По-моему Его топор здесь бесполезен Вот это урон! 529 На них опыт, конечно, мизерный 180 за одного Это вообще не серьезно Смотрите, ноль урона, видите? Как я и говорил Подожди, ну Может быть, не материальный урон будет действовать? Это же призраки Или... Как это работает? Мне интересно Ё-моё-моё, да тут их очень много Мне тут зажмут нафиг А нет А нет Ноль урона все равно Как ни странно, но... Нематериальный урон по ним не проходит Что самое интересное, как только настанет рассвет Вся эта нечисть Полностью испарится То есть пропадет О, тут секрет Это прям гадалки не ходи Давайте покопаем Отнаружен секрет И здесь Кольчушка такая Аналог Митриола Flame Бэйн Легкая броня 10 защиты Стойкость к огню Плюс 24 Я не буду брать Этот нагрудник Не интересует О, еще и помощь И вообще ни к чему Это поле Можно спокойно Миновать Без каких-либо битв Если передвигаться днем Кто если не мы? Ё-моё Вот прям на моих глазах Отряд появился Тут вообще Так-то Зажать меня могут Тут очень много мест Где Можно загнать себя в угол Поэтому тут На самом деле Нужно быть аккуратнее Тут прям Ожесточенная битва была Вы посмотрите Кого-то он Насадили Прямо на копье Везде Валяются Сломанные Кинжалы Щиты Серьезно Серьезно Противостояние Когда-то Вообще Я не понимаю Как Как так-то Блин Не работает Топор На призраков Это же бред Это же И вообще Меня удивляет Я что-то не понимаю В этой игре Ни материальный урон Но это же Не должно По идее Ну копать Просто так Пальцем вверх Я не вижу смысла Искать секреты Я заметил Разработчик Частенько Подсказывает Записками Заметками Что вот там-то Там-то Секрет Тебе надо найти Его покопать Вот кстати Фрозен Хочешь сказать Трон Но нет Фрозен Тауэр Ледяная башня Вот вам и зимняя локация У нас есть От нее ключи Но подождите Пока что Давайте исследуем Полностью Полностью исследовать Надо бы Ну можно сказать Спасибо Трандуилу Он прям тащит В данный момент Не ну призраки Прям кишат Они меня зажимать Еще пытаются Видишь Урон такой Вкидывают Нехиленькие Вам скажу Залучников Кстати 220 Опыта дают Ну Нам либо Отдыхать Либо Либо ждать Когда свет Останет Просто они Реально Бесконечно Будут Прямо Принос Зато огонь Действует На призрака Вот и дули Логично ли это Ну это жесть Невозможно Передвигаться По этому полю Посмотри Что происходит Там я вижу Вдалеке Кристалл Исцеления Можно Кстати Попробовать Вот это Заклинание Во 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 А вот На них Дезрапт Работает И работает Я тебе скажу Хорошо Неужели мы нашли Применение Так сказать К этому Заклинению Только Знать что Надо стоять на месте Я прям Заметил Пока эффект Не пройдет Надо стоять на месте Терпеть Весь этот урон Ну а куда деваться Так давайте Пойдем По краешку Аккуратненько Помаленечку А что делать Передвигаться По этому полю Тоже Как-то Блин Мне даже В каком-то смысле Выгоднее даже Использовать Fireball Чем это Дезрапт Сомнительное Заклинание Честно говоря Такое ощущение Что не хватает Продолжительности Этому Заклинанию Ё-моё Когда уже там рассвет Я честно Хочу Дождаться рассвета А не Стать где-нибудь Поспать Нет Мы как истинные воины Будем биться До последнего Не Походу Один раз Урон Вносит И все И больше Не прилетает Ну Под соточку Влетает По краешку Ити Я не могу Никак вообще Продвинуться Противник Ну что это Смотри Там Пачками Они идут Опыт Это конечно Хорошо Не спорю Да что-то Блин Я манал Такой опыт Меня здесь Зажмут И я Попросту Потеряю Всю свою партию Выкрутить О-о-о-о-о-о-о Не на хрен На хрен Такое Мероприятие Это жесть Это просто Жесть Ты посмотри Что творят Родагаст Отправили Вообще Домой Отдыхать Так Я насчете предлагаю вот как на зло убивают убивают как раз таки важного бойца то есть я согласен пускай умирает любой но только не рада газ просто именно он может вернуть с того света наших бойцов так нет все-таки не по решение поспать поспать и наконец-то рассвет вся нежить это прочая сущность пропадает кстати смотрите это магической переправы днем нет она появляется только ночью интересный факт а днем вообще никого нету посмотрите никого обалдеть да тут прям битва была на славу сломанные кинжалы валяются который конечно сейчас не нужны и не интересует нас вообще в целом сломанное оружие это что у нас зодорный плащ нет спасибо но пожалуй я от этого откажусь еще один сломанный кинжал так факел факел возьмем пригодится это маленький кэмп так сюда явно нужно что-то положить на этот пьедестал так бронзовая монета может быть вот эту статуэтку нет или кольцо о в этой игре чувствуется дух великого коэна его клинок материализуется прямо перед вами и где а вот он появился блин вайлан спрайт это легкое оружие вот почему у легкого оружия скалируется от силы неправильно у меня трендуил специализируется легком оружие скалируется от ловкости дайн он специализируется на тяжелом вооружении как раз скалируется от силы так неплохой клинок то есть он даже еще не прокачан а если его прокачать зачарование накинуть то есть уже 17 51 урон скалируется от силы 15 точности очень маленький период ожидания 33 игнорирует 10 единиц защиты вражеской брони особо атака желательно привести я не знаю что это особо атака искоренить алла гном опус и последнее оружие созданное легендарным гномем кузнецом вы и ланом который считался величайшим кузнецом всех времен блин не туда и не сюда получается не трендуил не дайн не может пользоваться этим мечом ну ладно скинем потом в хобби обычные кожаные ботинки которые дают плюс 4 защиты и заметка в которой сказано мне нравится иногда возвращаться в это место чтобы вспомнить как упорно мы боролись за сохранение мира в новом юбане это были более простые времена я построил здесь памятник моей матери алла и не чтобы помнить как тяжело она боролась за меня даже перед лицом огромных невзгод это то что я всегда держал при себе чтобы напомнить мне что всегда есть что-то ради чего стоит жить правильно сказать там выжить написано звучит жить гораздо лучше тут у нас в химические грибочки с помощью которых можно сделать хилки я кстати между сериями немножечко видите сделал хилок слегка то прям вообще закончились подозрительное конечно место я пожалуй покопаю но увы ничего не найдены я так и думал уже заранее прям хотел говорить что тут мы ничего не найдем поэтому я и советую проход какую-то еще одну локацию да ладно так погоди давайте сначала полностью исследуем это что у нас дубина тяжелое оружие урон сенсоры 22 плюс сила минус 5 точность перед ожидания очень очень долгое период ожидания прям капец какой долгие сломанный щит рукоятка сломанного топора и это так понимаю сокровище за которая дадут золотые монеты какое-то количество колючий фрукт давайте сразу кормим это да и но мы в целом они тут монет как это валяется бронзовая в целом тут особо больше чего и не вижу интересно какая-то арка интересно что тут вести джоу ремненс ремейн то есть да если костер не загорается можно вспышка его поджечь и тут не в комментариях я помню написал не знаю только зачем это делать для уютности или какого-либо эффекта мне ты нету это хороший весьма магический плащ стойкость холода плюс 10 и скорость в исполнении энергии 20 процентов это лучше чем накидка шамана когда-то 30 энергии а в сундуке у нас роскошный шлем ну такой себе 15 защиты это весьма мало поэтому я не буду брать этот шлем можно его конечно зачаровать улучшить на нафиг она надо на данном этапе этот шлем меня конечно же не интересует от грибочки и для зачарования магнению ты в принципе кроме трупов которые усеяны по всему этому полю здесь больше ничего и нету вообще жесткая локация ночью тут передвигаться это самоубийство мне не терпится узнать что улыблига локация дарквуд форест переводится это как темнолесье ну или чернолесье блин как же классно воссоздана локация это знаете напоминает смесь древнего такого леса по типу фангорн и топи болота вот что-то в этом розе здесь ожидает скорее всего прям напасть жаб комаров готовьтесь так на твой любимый деликатес трендуил лягушки и крысы это скоро стоишь на станешь настоящим французом у нас нас отлавливаешь за пыши и все сжираешь справа какое-то кладбище что ли блин и тери очень интересно сделал локацию твитцы такое ощущение что наша партия прям действительно зашла в эту трясину прям по пояс нам гоблина это нам не противник то есть здесь локация так интересно построена вот вдалеке смотри ворон ли ты колдун некромант он вдалеке пробегает интересно такая локация скажу вам так грибочек и здесь череп мол остановись между только боль и страдание опасно в дупле спрятан ключ оникс киев пока непонятно куда применить грязи трав сапоги кстати блин вот если бы я знал что в этой локации найду вот эти спать я бы сразу сюда прибежал неоднократно во многих модах я встречал в данные сапоги это boots of speed тут впечатляют не характеристики его хотя тоже неприятные плюс 4 защиты плюс 2 ловкости сразу без промедления дадим мы бильбу эти воровские выкинем хотя изначально вообще хотел собрать воровской сет но хрен бы с ним так вот одев эти ботинки наша партия будет передвигаться слегка быстрее это даже визуально будет заметно в заметке тут сказано да эти ботинки нашли свои ноги достойными я устал бежать настолько быстрые что капец игра нас немножко прям обманывает блефует потому что здесь не вижу никакой опасности этот комары сзади пытаются к нам заглянуть но так то тут смотрите портал с этой стороны так понимаю кристалл исцеления поэтому весьма дружелюбная такая полянка съедаем всю эту живность которая бегает ни в коем случае не пропускаем это нам обязательно необходимо конечно же шутка юмор опа ворона мой прилетел на кризис и ландвы спать ничего попробуем на вот это кладбище сходить меня конечно как-то отталкивает этот склеп ой блин там по бокам эти стоят призраки счета мне это нихрена не нравится ну а чё делать я просто еще спины пробегут вот это меня больше пугает чем противник по бокам так давай значит не вот этих моров наверно все-таки убить пошли они нахрен на том спины на меня сейчас так нападут не гуляй василий там прям получишь мне что локация недостаточно был призраки вот тебе пожалуйста еще игра говорит лучники странно что они не среагировали когда зашел на кладбище а вот те среагировали надо срочно найти какое-нибудь оружие дополнительная дальну либо зачаровать какой-нибудь молот желательно бы найти я вообще уважаю молота в этой игре из-за так сказать стана здесь я смотрю прям повсюду разбросаны папоротники это что у это накидка для мага мы потихонечку помаленечку собираем для ордогаста сет это нам больше не нужно защита плюс 3 плюс 1 силы воли абсолютная стойкость плюс 10 тролль появился вон он его там не было я бы его услышал то есть как только я взял эту накидку он появился более надо его убивать он накинул безумие сейчас дружище необходимо тебя как можно скорее убить оба уснул как же он неудачно уснула опять уснул запинала просто не хотелось бы мне использовать силки в данный момент соберем оставшиеся папоротники и удивительно что из всех алхимических растений и папоротников у нас больше всего о метрил штанишки из метрил это легкая броня дает плюс 11 защиты и стойкость холоду плюс 5 ну на самом деле вот найди эту броню раньше она была превосходная сейчас она меня вообще не интересует а здесь ведь нагрудник из метрила могила какая-то агребан ученик темного лорда долго он может лежать но ты я гриба разуме прозвище накидка который дает плюс 4 уклонения и ловкости и это кстати лучше чем плащ охотника да у нас конечно будет минус один живучести но хрен бы с ним посмотрите как час урон взлетит когда мы оденем вот эту накидку видите поэтому плащ охотника можно выкидывать тут что и где он лежит кто упокоен он видимо сбежал них это он не лежит тут вот это прямо до обычный двуручный меч урон 14-42 скалируется от силы очень огромный период ожидания 6 секунд и особо атака рассечения не интересует метрильные ботинки тут прям сет можно собрать еще папоротник нам мало так и что это долго лежал языки льдеус наш темный лорд и учитель мастер ремесла он сбросил свою смертную оболочку чтобы жить в мире с адом ну-ка покопаем так 250 опыта воровской жилет нет он интересует а вот это что-то интересненькое том смерти блин классно если я правильно понимаю да он у тебя отнимает минус 1 живучести но хрен бы с ним 15 процентов снижает кулдаун то есть перезарядка вашего оружия обычно у дайна слишком долгая перезарядка поэтому ему бы это дать вот смотри 5 секунд это пора 15 процентов это примерно 4 секунды с чем-то 47 наверное 46 где-то будет период ожидания и хрен бы с этим живучестью кулдаун 15 процентов это гораздо интереснее хотя можно быть было дать трендуилу и вот этими коньками он еще слегка быстрее оборудовал ну да ладно жуткий лес вдалеке видели какие-то некроманты колдуны гуляют по этому лесу за замок весь кровавый такой грибочек интересно змея до сливы слышу еще и змеи кого тут только нет кое-как заметил грибок которые каким-то магическим образом вырос прям в болоте я не вижу смысла здесь делать раскопки папа ушел этот колдун с двух ударов не перестаю удивляться конечно разработчику насколько он классно воссоздал локации так понимаю вот здесь вход в эту крепость слушая может быть у них ски да действительно подходит он и чего-то прям это разбушевались и смотрю продагаст левел об вкачиваем ему блин сложно-сложно-сложно магия воздуха магия земли все-таки концентрация честно пара откуда вы беретесь вообще плодитесь блин на ровном месте вроде не было его тут защищал только что-то вылез из леса колдун несчастный по ходу владеет только магии земли он пытается вечно меня отравить не более напасть какая змея ворона ворона конечно не стоит бояться на данном то этапе змеи выпал хвост сразу съедим рода газ бедный проголодался чё перна ты ко мне летишь что вы пломбился водопад окунулся видели сквозь него пролетел перна ты не твой уровень тут какой-то водоем весьма интересный красавчик дайн тащит нашу тиму бильбо дадим этот хвост и тут у нас сундук что на сундуке папоротник мешок с кристальными рукавицами то есть постепенно мы начинаем собирать кристальный сет ванили по крайней мере это лучший сет в игре ну по крайней мере один из лучших даже так я вам скажу но здесь в моде я думаю это даже в топ-5 броня не входит кладезь знаний так теперь до газ конечно же и концентрацию уже вбиваем до 5 полностью это гнезда не знаю читы тут и змей блин были и эти голуби летающие то именно тут разводил свое потомство непонятно кто-то умер черный мох а если покопаю тут уж под ним что то есть сожалению нет ничего не найдено так наколдуем возможность дышать под водой посмотрим что у нас здесь господи я стесняюсь спросить что это такое я впервые вижу это это непонятная субстанция это маска для погружения дайвинг маска 3 защиты но прикол этой маски в том что обладатель сможет дышать под водой я все больше понимаю что нахрен не создавать расу которая может дышать под водой бесконечно если тут в игре есть вот такие маски я так понимаю это не в единственном экземпляре по всему миру они разбросанных просто надо искать эта маска изготовлена из рыбьей чешуи с обеих сторон прикреплены жабры которые соединяются со щекой владельца блин клёво впечатляет так ну и в целом темнолесие зачищено остается только зайти внутрь в этот замок жуткие если тут что-то ей пропустил то помелочи там всякие грибы и вот петушок золотой гребешок до летающий перна ты что-то тут завыделывался у него конечно не было никаких шансов против нашей великой партии куда нам остается только заходить в этот замок погнали не красит нижний этаж то есть тут несколько этажей куда я попал пытали людей смотрите рыцарь прикованный что за место для сектантов куда я попал опа ты ляговой красавец кровавый элементарем когда-нибудь видели такого противника мне прям интересно посмотреть на его урон один раз я сейчас пропущу удар а пропустил понял больше делать этого не буду нахрен я чуть не потерял как минимум орда газ тату и партию мог потерять это хорошо что он сблизился обычно элементарий могут не сближаться и на дистанции вам накидывать то есть он кровавые субстанции нам банально заставил всю партию так я посплю лучше такая музыка прям трагическое как будто тут прям страшное дело господи чё за колдун усыпили его еще колдун какая жуть шоу другая героическая музыка играет представьте сколько здесь воинов пытали и в каком-то смысле ставили эксперименты сколько же здесь трупов и здесь не только люди вон и крысюк бедный был прикован мертвый лежит какая жесть пентаграмм это что за место вообще там колдуны какие-то 6 мне при обращении по себе в этом месте вдалеке в группу куда я попал мама я хочу добавить так ладно осколок кристалл исцеления не паникуем все хорошо обычный кинжал не интересует меня у нас у гробу всего лишь серебряные монеты на том спасибо что хотите сказать просто пустая комната не секретных кнопок ничего тут нету странно может быть это как замануха и если бы противник метро загнал меня там попросту убили там далеки какой-то шлем которые никогда свою жизнь не видел тут подъем на второй этаж я так понимаю нифига себе нифига себе впервые вижу серьезно дэдс визаж то есть мы с вами начинаем собирать какой-то мертвый сет он дает плюс 8 защита плюс 8 уклонения но минус 5 здоровье и за каждый элемент экипировки увеличивается критический урон на 2 процента вот сколько у тебя на данный момент 20 то есть при полном сети наверное еще 20 процентов слушать попробовать вот это одеть будет на трендуило посмотреть сколько в итоге крита будет когда мы соберем полный сет и какой бонус вообще он нам даст так у нас тут сундук используем отмычку и здесь у нас перчатки из вот этого смертельного сета тарам нельзя сорвать к сожалению нет безымянный отец переводится тут требуется ключ и здесь два ключа dark lord темный лорд языки льдеус нижней полки обязательно проверяем в роднице критых кнопок ни хрена себе путали тьмы бросается жестокий колдун умела а мы походу сейчас с вами быстро соберем тут тоже ведь подъем на второй этаж быстро соберем вот себе и штаны вот себе и штаны дать смарт и тут я так понимаю нагрудник сейчас будет вот я шерстрелся потому что локация айт сапоги дает стал талант он остался нагрудник просто меня в дрожь бросает от этой музыки и в целом все что тут происходит у нас есть такая накидка у нас есть такая накидка вот она ну давать подожди подожди я сюда не могу ничего положить могу может быть сюда нужно что-то вот на стол закинуть что это обычная веревка я думал это кнут но это как вот эта веревка с помощью которой можно спуститься вниз боевой топор начальной стадии игры очень неплохой урон 10-30 скалируется от силы период ожидания 5,2 особо атака рубка на данный момент конечно это полное говно так ну а нагрудник мы с вами пока что не обнаружили что самое интересное так получается у меня не остается выбора как подниматься на второй этаж слышу колдуна где-то откуда тут родной твои напарники уже погибли и ты умрешь падла вы ответите за все ваши вот эти вот злодеяния которые вы тут творите явно какая-то тут некромансия замешана в конце коридора вроде никого нету гроб нифига себе впервые такое вижу эдрич миниатюр но это сокровище вроде как за него золотые монеты также тут 24 арбалетных болта подвеска который дает плюс 4 силы и плюс 4 ловкости но отнимает стойкость к колду минус 50 слушаю в принципе это можно дать бильбо почему бы и нет плюс 4 силы это гораздо интересные блин меня эти коридоры прям пугают кто там стоит ни хрена себе это что за индиана джонс блин точнее это я перепутал немного дэвид джонс он щупальцами стоит какой-то мах так ладно попробуем я конечно побаиваюсь вот тут еще видите с него сферу надо снять что-то здесь она тебе друг ну больше вроде ничего нет два сундука отравленные бомбы вот это я и хотел огромный молот тяжелое вручное оружие урон 14-42 плюс силы при утверждании 6 секунд игнорирует 10 единиц защиты вражеской брони и особо атака стаггер то есть имеется шанс нанести стан на противника и он так сказать теряет координацию паук паукин он висит главное чтобы у меня какой-то здоровый паук после этого не вылез самое интересное тут от нас опять требует какую-то эссенцию только повелитель смерти может войти в это священное место то есть эссенция смерти что ли тут требуется если я правильно понял еще два сундука chill point огнестойкость огнестойкость дает я понял костяной меч в ваниле весьма неплохой меч на самом деле легкое оружие урон 12-37 скалируется от силы точность плюс 10 очень маленький маленький период ожидать 3-4 но самое интересное особо атака это кровопийца но модификации по сравнению с другими оружиями конечно это не о чем меч еще один что ли дэвид джонс с фонарем стоит меня ждет сейчас дружок я тебе бомбы бомбы подготовлю какие проблемы сначала снимаем тут самое главное не лезть макана рожон сквозь щит сквозь щит его нахрен заморозил топором этот прикол тут еще один рубиновый ключ я думаю вы уж догадываетесь куда нужно применить эти ключи страшно блуждать по этим коридором неизведанным колдун ушел здесь у нас хлеб съедим его сразу это что-то вроде кухни этих колдунов некромантов неважно трапезничали да зале еще один по моему да стоит читает будь всегда готов дружище что сюда на вас нападут да то так вальяжно стоит что-то там ищет в своих книжных полках слушаю я вот тоже ищу может 25 секретной кнопки все тыквы но к сожалению помогу нету ничего то есть подвеска амулет энергала который дает 50 здоровья ну к сожалению мне некому это дать можно конечно страндуилу дать есть ли смысл по мне амулет бессмыслен так получается все ниже ниже куда-то мы спускаемся это что за звук это что за звук а видел за углом их двое тут хрень блин сзади по моему выстрел был да тебе показалось ну ка ну ка дружочек иди-ка сюда на самом деле неприятно противник скажу вам потому что я его пробить не могу у него очень хороший армор весьма хорошая секретная кнопка вот поэтому я в прошлой серии вам и сказал обязательно срывается любое полотно за ним может быть секретной кнопкой и вот полный сет мы с вами собрали вот давайте посмотрим ради эксперимента запоминаем 20 процентов критического урона если мы его оденем до защиты конечно тут без заговорочно сейчас просядет но крит урон возрастет смотрите 40 правильно почитал 40 процентов то есть каждый примерно третий удар носить крим но это реально впечатляет так да и в целом она здесь я был получается с этой стороны остался следовать спуск вниз ну снимаем факел но что-то я вот какой раз замечаю я вот снимаю но ничего не происходит к сожалению что у нас здесь спелс шейтер требуется маги зиме четвертого уровня так ни хрена себе пукнул вот это заклинание ну то поподробнее пожалуйста создайте взрыв сотрясающей силы которая нанесет физический урон всем находящимся рядом противникам и ушит их ну звучит прикольно вот так вот тут могилы вроде ничего точнее в этих гробах ничего нету ну все получается этот уровень зачищен ворота я не могу открыть там я так понимаю нам необходимы эссенцию смерти а где мне ее взять я понятия не имею но в любом случае у нас есть выбор куда идти вот здесь требуется два ключа ну понятное дело это босс файт это гадалки не ходи дарк лорд опа это вроде вампира который сейчас канет в небытие до свидания не какой-то там не темный лорд на самом деле подобного противника я неоднократно встречал нам кстати полторы тысячи опыта дали за этого босса по моему как раз в хроника ксина я встречал этого вампира выглядит он не так уж и сильно на дальних дистанциях он пытается кидать вас путы тьмы часто будет пытаться прыгнуть в тыл вашей партии то есть самое главное двигаться не останавливаться потому что он будет прыгать за спину и атаковать вас да вот он эссенция смерти и прах вампира которые используются для зачарования оружия ну по луике вещей если это использовать на оружие то можно добавить эффект вампиризма то есть ваше оружие будет высасывать так сказать здоровье ну-ка попробую сюда разместить эссенцию тоже открылся алтарь прям так слету обнаружил секрет от них когда себе так давай сначала мы с тобой разберемся у нас тут level up у двух бойцов трендуил у тебя с точностью все в порядке давай кстати уклонение ему повысим можно было атлетику нафиг надо бильбо точность до третьего поднимем часто промахивается как по мне так от ранению водогазки ранение в ногу давайте бинт используем так и что это за буквари мы нашли а заклинание показано допустим это книга стихия огня вспышка пламени огненный шар огненный щит и метеоритный дождь все эти заклинания мы знаем мы их использовали это что это баги земли заклинание ядовитая стрела ядовитый щит чко стон спайкс это тоже мы использовали ядовитая стрела да все эти заклинания мы уже изучили и знаем это что так это у нас заклинание стихии воды ледяной бросок ледяной щит ледяные шипы хэлс шторм а вот это я не использовал требуется магия воды пятого уровня у нас она четвертого поэтому этот буквар я оставлю просто я забуду про это заклинание явно это да заклинание мы не использовали единственное из стихии магии воды никакой красивый камин так тут что тут магия воздуха заклинание молния шаровая молния шоковый щит вот это я кстати не знаю заклинание дисчердж требуется магии воздуха пятого уровня тоже пожалуй надо забрать это заклинание мы ни разу не использовали оно новое а тут видимо разные заклинание вот frost fire которые я нечаянно тыкал пробовал сон еще ваниль и было заклинание купол силовое поле шейтер буквально недавно мы этот пук ну и все а ну тут базовая магия adventure magic так вот книга все таки возьму потому что я про вот эти вот заклинание могу забыть всякие новые интересные тут знания у вампиры были у вас предстоит за место сюрикен три штучки урон 619 скалируется от сил особая атака звездопад ну кстати нам бы побольше сюрикенов честно говоря это лучше чем метательный нож внутри конечно маловато и одна золотая монета также тут у нас черные замораживающие бомбы не знаю чем отличаются от обычных great hill у это улучшенный улучшенное заклинание про хилла то есть так делается и чем она отличается от обычного хила насколько я понимаю обычный хилл 25 хеллс пойнта восстанавливает бойцу а улучшенный 80 вот блин если бы он еще восстанавливал какие то там ранения то вот это было бы круто глаза у этого черепа аж сияют как портал какой-то обратите внимание жесть я не хочу тут фото записки там страшно и мне кажется дрыксель у меня есть план свергнуть отца я думаю если мы сможем изготовить достаточно этих стихийных ледяных бомб мы сможем замедлить его на достаточно долгое время чтобы уничтожить его прежде чем он сможет восстановиться из брызги крови что мы короче убили убили прямо где то здесь там явно какой-то портал в потусторонний мир нахуй на но мне не надо я не хочу туда идти я хочу еще жить так теперь мы кстати можем с вами подняться на второй этаж подожди надо эссенцию смерти-то забрать а то я молодец тут оставил ее она на втором этаже еще требуется эта эссенция проход закрывается ну ладно хрен с ним а кстати видите наш сет засиял но что он мне дает а при полном сети видите крин крит сразу не 2 процента вот было по единичному смотреть то было 2 а при полном он удваивает то есть 4 процента за каждый предмет так наколдуем погнали сенсу туда поставим не знаю что произойдет мне уже хватило fight с этим вампиром не надо мне что-то жестче это более улучшенная версия вампиры что ли это более улучшенной версии вампиры что ли за мягким клинками он призывает пока он призывает надо бить со спины напал так хилочка срочно так хилочка срочно да газ хотя лучше бинт надо было дать и все что ли тупо мертвецовка опять спины видите про что я сказал главное не стоите на месте а он захилился это тварина за это тварина за хил так ранее ну-ка дружище ловить опять со спины бьют и поглядите что делает ну он пожестче конечно своего приспешника задолбаешь меня спины прыгать я тебя уничтожил дружище да хорош за каждым ударом исполняет здоровье свое просто уберем давайте его нафиг да бедный родогаст все бинты на тебя потратил конечно понятное дело моя ошибка к противнику пятой точкой поворачиваться это самоубийство урон должны фронтовики принимать тут еще прах вампира ом как это кинжал блэк черный атом что у него маленький какой-то 9,28 плюс ловкость точность плюс 10 2,8 ну если я правильно понимаю 20 процентов шанса что он высасывает здоровье исцеляет вас ну такое себе ооо а вот это уже что-то интересное дэд кис смертельный поцелуй как-то так это переводится поцелуй смерти да легкое оружие урона 11-30 ну опять скалируется от силы плюс 5 точности перед уже 3 секунды это знаете как аналог как бы костяного меча но чуть лучше но опять же он нам не подходит вот скалировался бы он от ловкости можно было бы рассматривать а так фигня полнейший чем на троне чего нет к сожалению нет ну так то я с одного захода мог этого босса убить оставил немножко интриги решил с ним немножко пофайтить посмотреть что он вообще может так пока в сундуке во что боевой топор спасибо рандом огромное тебе спасибо это полное говно которое мы недавно обнаружили и одна хилка все-таки игрок рандом тут очень странные тебе может в сундуках говно выпусть а может что-то полезное так эссенцию забираем получается этот ярус зачищен нам остается либо идти в портал тот потусторонний но все же я предлагаю закончить на этом серию между сериями я схожу в хаб скину ненужные мне предметы обязательно улучшу огромный молот вот этот это будет второстепенным оружием дайна как раз по канонам он находил с молотом ведь по-моему ну а на сегодня все надеюсь вам понравилась эта серия ждите продолжения подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии на всем удачи всем пока